Подробнее об итогах съезда в нашем следующем выпуске в 21.30, а пока к другим темам. Взял свои слова обратно. Дмитрий Бегун сегодня в суде официально отказался от своих показаний, сообщив о том, что давал их под давлением. Напомню, сенсационное заявление фигурант резонансного дела блогеров сделал еще в минувшую пятницу, когда обвиняемому предоставили последнее слово. И в связи с вновь возникшими обстоятельствами судебное следствие было возобновлено. Сегодня в Самарском районном суде снова допрашивали подозреваемого. В зале также присутствовали двое других фигурантов этого дела. Наталья Умярова и Олег Иванец. Заседание по-прежнему проходило в закрытом для телекамер режиме. И вот как прокомментировали ситуацию адвокаты обвиняемых и страна обвинения. Сегодня был допрос бегуна, который фактически убил все обвинения своими показаниями, поскольку он полностью отрицает свое признание, либо какую-то причастность к данному преступлению. А, как мы считаем, все держалось только на показаниях Дмитрия бегуна. Для Миронова и Иванца они чем не имеют, поскольку они от своих показаний так и не отказались. Они подтвердили ранее данные наследствия в ходе суда. А для бегуна только фактически ухудшает его положение, поскольку он отказался от явки с повинной, отказался от части своих показаний, но при этом не отрицает самого существа предъявленного обвинения. То есть наличие аудио, видеозаписи, наличие названных сумм и получения денег не отрицает. Ситуация парадоксальная. Сегодня в судебном заседании судебный бегун заявил о том, что данные мрайне показания, в которых он признавал вину, он давал под давлением, что на него оказывали давление ряд лиц, в связи с чем он был вынужден признать вину. По итогам сегодняшнего судебного заседания, на следующее судебное заседание принято решение о вызове данных лиц, которые оказывали на него давление и которые были свидетелями этого, в качестве свидетелей на следующее судебное заседание. Напомню, блогеров обвиняют в вымогательстве трех миллионов рублей у самарского бизнесмена за якобы неразглашение, компрометирующие его информации. В ходе допроса Дмитрий Бегун давал показания, в том числе и против представителей исполнительной власти региона. И как раз от этих показаний он теперь отказался. Следующее судебное заседание состоится 4 июля.